Сегодня это был такой очень веселый день, пришло много детей, было классно, почувствовал себя в роли тренера, до этого никогда таким не занимался, в принципе, и, в принципе, отвлекаешься и душой, и телом, когда на тебя кричат, а ты на кого-то, ну, в принципе, перспективные есть, только надо этим заниматься почаще. Это где-то 5-7 лет, хотя у нас есть такие, что приходят и в 11, и у них талант, и все получается, буквально через два года они уже выезжают на чемпионат юношеской Европы и занимают призовые места, так что тут, как бы, очень сложно сказать. Бывает, либо дано, либо нет, но все равно, если ты этого хочешь и ты к этому идешь, я думаю, добьешься. Да, честно сказать, все пока в тренировочном режиме, нету пока нету ни волнения, ни какого-то там переживаний. Готовлюсь согласно плану, кстати, вот не буду там, допустим, участвовать в чемпионате, так как там есть некоторые нюансы, из-за которых не могу выступать. Ну, будет еще сбор в Италии, там будут гран-при, посмотрим, будет тут уже контрольный старт перед Олимпиадой, открытая вода, ветер, дождь. Я думаю, это все будет похоже примерно как на Олимпийских играх. Последние годы Олимпиады вообще не проводилось во крутых бассейнах. Я даже смотрел, не помню, где-то на Фейсбуке статья, что пловцы приехали и у них был потолок. Я так удивился, почему пловцам сделали потолок, а нам не могли поставить. Это странность. Я думаю, для них не такой важный фактор играет, с потолком плыть или без. Ну, это мое личное мнение, я не знаю, конечно, как у них там. Мексиканцы, американцы, китайцы, у них постоянно открытый бассейн, есть много очень баз, где они могут спокойно тренироваться и готовиться месяцами к Олимпийским играм. Немного что-то подкорректировать и, можно так сказать, больше настраиваться психологически, нежели физически, там, с какой-то там ошибки в технике или что-то. Мне кажется, все будет на психологическом уровне борьба. Да, психолога, к сожалению, у нас в команде нет. Ну, это все как бы с тренером больше, он говорит, что делать, что не делать, как себя вести. Ну, и ты, конечно, сам уже по своей практике понимаешь, что тебе надо, что не надо. Как бы это такие тонкости, что как бы полностью передать и рассказать нельзя.